Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Я около школы улица подметался. Друг директор школы выбегает, эй, друг, выручай. У нас учитель уволился, кроме тебя заменить неким. Потому что, говорит, такой зарплата, никто в учителя не идёт. Я говорю, а какая предмета учить? Он говорит, русская языка. И он меня спрашивает, говорит, у тебя какой родной язык? Я говорю, у меня родной язык вот этот. Как с ним родился, так и живём. Он говорит, ну всё хорошо, пойдёт, иди в класс. Ну, я пришёл, я говорю, здравствуйте, дети. Я ваш новый училька русского языка. Я буду всех научить говорить по-русски грамотно, чисто, без акцента, как я сама. Но начнём с повторения. Как говорится, повторение... Правильно, твоя мать. Дети, русская языка состоит из слов. Слова бывают такая. Сучаствительная. Шислительная. Гоголь и наречка. Сучаствительная. Сучаствительная отвечает на вопрос. Ты кто вообще? Ты что? А-а-а. Не ты у. А там она а-а-а. Счислительная. Отвечает на вопрос. Сколько стоит и какой скидка? Тут дети мне задают вопрос. Учитель, а что такое междометие? Я говорю, междометие? Это когда ты куда-то метил, а попал между. Тут как они на меня вопросами накинулись, у меня голова кругом пошёл. Один говорит, учитель, а что такое перенос? Я говорю, дети, перенос, это когда нос очень большой. Это перенос. Ещё бывает недонос, когда нос короткий, как у меня. Счастливая. Один ребёнок говорит, учитель, а что такое синтаксис? Я говорю, синтаксис, это, ну вот это, когда, например, у тебя есть син, а он таксист. Получается синтаксист. Он говорит, ой, учитель, а что такое запятая? Я говорю, ой, запятая, это такая женщина, которая очень много водка пьёт. Она уже совсем запятая. Они говорят, а как поставить запятая? Я говорю, дети, запятая, как ни поставь, она всё равно падает. Поэтому запятая ставить не надо. Теперь я задаю вопрос, вы отвечаете. Вот кто знает, женский род, мужской род, например, вот это самое. Что такое женский род? Пишите вот. Женский род. Анжелина Джоли. Клаудия Шифер. Сергей Зверин. Звери в это средний род. Давайте лучше, дети, диктант писать. Я взял сборник диктантов. Слушай, что пишут, а? Старый лес. Слушай, куда этот старый лес? Зачем он лес? Слушай, ты, старый человек, сиди дома на пенсии чай пить. А он лезет. Дальше написано, графиня надела новый туалет. Я не понял, она что? На башка унитаз задевала? Представляешь, она приходит на бал. Там все красиво. Люстры висят. Музыка играет. Все танцуют на балу. Графиня заходит. Здравствуйте, я ваша тетя. А на башка стульчак. Слушай, ну совсем бессовестно потеряли. Слушай, детская писательница. Агния Барто пишет. Резиновую зину Купили в магазине. Нельзя так детей воспитывать. У меня в классе одна девочка спросила, учитель, что такое слова-исключения? Я говорю, в наше время слова-исключения стали такие слова, как совесть, честность, доброта. Это неправильно. Я хотел бы, чтобы слова-исключения были жадность, подлость и дом-два. Потому что задолбал уже. А дети у нас хорошие. Правда, зарплату учителя я пошел получать. Мне дают маленький конвертик, а в нем деньги, крошечный рулончик сложен. Я говорю, это что? Шаурма покупать? Нет. Это тебе два месяца жить. Я говорю, что творится в нашем образовании, когда учителя работают бесплатно? Мне говорят, а ты что, Конституцию не читал? У нас в Конституции написано образование бесплатно. Но это неправильно. Нельзя экономить на детях. Еще мой дедушка говорил, что если ты будешь экономить на детях, то когда ты станешь старый и больной, дети начнут экономить на тебе. Это говорю вам я, простой училька русско-языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова